В собрании нашего музея хранятся репродукции советских плакатов времен Гражданской войны в России. Эти репродукции были напечатаны 50-летию Октябрьской революции. Перед вами репродукция плаката «Врангель еще жив, Добеева без пощады». Его автор – один из основоположников советского политического плаката Дмитрий Стахиевич Орлов. Плакат 1920 года рассказывает о том периоде Гражданской войны, когда Красная армия сражалась с польскими интервентами на территории Советской Украины. А в это время на юге активизировались войска «Врангеля». Орлов часто подписывался псевдонимом «Де Муор», как здесь, или «Дмитрий Муор». Дело в том, что Карл Муор – это имя главного героя драмы Шиллера «Разбойники». Орлов считал, что этот персонаж близок ему по страстному романтически-нистовому темпераменту, и поэтому он взял такой псевдоним. Плакаты создавали как художники-профессионалы, так и любители самоучки. Так Орлов систематического художественного образования не получил, посещал только школу-студию. Но до Октябрьской революции уже был востребован как иллюстратор-карикатурист, а после революции он стал успешным художником-графиком, рисующим агитационные плакаты. Казалось бы, что может быть проще для восприятия, чем агитационный плакат, рассчитанный в то время на малообразованных пролетариев и крестьян? Однако складывающийся тогда искусство плаката, а в период иностранной военной интервенции и гражданской войны плакат переживает настоящий расцвет, имеет, как и любое искусство, свои специфические особенности. На первом этапе развития этого вида искусства часто использовались аллегорически и символически образы. Одним из самых распространенных был образ Георгия Победоносца, пронзающего копьем змеи. Причем его активно в своих плакатах использовали и белый, и красный. Поэтому мы видим здесь, в ореоле света, красноармейца-богатыря, замахнувшегося мечом на врага. Красноармейец палит над землей, то есть тем самым композиционно относится к горнему, то есть высшему миру. Антанта же здесь предстает в образе многоголовой гидры, протягивающей руку к расположенному ниже человеческому миру. Изображение представителей Антанта жадно протянутыми руками к Советской Республике, в данном случае Врангель протягивает руку к Донецкому огоньному бассейну, это тоже устойчивый мотив советских политических плакатов. Мор использует прием противопоставления геройки и сатиры. Мы видим героический образ красноармейца и сатирический образ врагов. Врангеля, Деникина, Колчака и Юденича. Этот прием уора потом возьмет на вооружение советская плакатная графика. Работы этого выдающегося художника-плакатиста хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Русском музее, других музеях страны, а также в частных коллекциях России и за рубежом. До новых встреч в нашем виртуальном музее!